Генеральный спонсор программы – Пермская клиника лазерной хирургии и флебологии «Флеболог». Пермская клиника лазерной хирургии и флебологии «Флеболог». Рождественский вечер. Мы расскажем о самых интересных событиях за октябрь, ноябрь и декабрь. В студии работает Анастасия Шерстобитова. С первых чисел октября наша привычная жизнь изменилась, ведь появился он – QR-код. С 4 октября, чтобы попасть в учреждение культуры, досуга и спорта в Прикамье, нужно было предъявить QR-код и паспорт. Первый сюжет сегодняшнего дайджеста о том, как начинала работать эта система. К сожалению, тогда никак не получится вас пропустить. Надо в следующий раз, пожалуйста, не забудьте паспорт. Вход только по паспорту и QR-коду. Так сегодняшним утром встречали посетителей бассейна «Кристалл» в Березняках. Никакого специального устройства нет. Коды проверяет администратор с помощью приложения на телефоне. А вот люди явно не готовы. Только при нас развернули порядка 10 человек. Не попал на тренировку и Владимир Чикин. Для меня вот это накладность на сегодняшний день. Сейчас я справку возьму. Мне без разницы будет. Я буду каждый день, как вот здесь медицинскую справку. Представляешь, каждый день я буду показывать. Все. Но если Владимир просто не позаботился вовремя о QR-коде, то многие вообще его не имеют. Что же делать в таком случае? Неужели сдавать абонемент? Вовсе не обязательно успокаивают березняковцев в городском спорткомитете. Ни в бассейн, ни на каток, ни в тренажерные залы входные билеты не пропадут. Если у вас были приобретены абонементы во все данные учреждения, то и у вас нет возможности сейчас посещать на определенных условиях, то ваши абонементы будут заморожены до того, как вы сделаете прививку. Либо вы будете посещать только с тестами ПЦР. Нововведения коснулись не только объектов спорта, но и культуры. Туда вы теперь тоже сможете попасть только при наличии QR-кода или ПЦР-теста. Как это скажется в итоге на количестве посетителей и прибыли, оценивать пока не готовы ни в мелодии, ни в Березняковском драмтеатре. У одних по понедельникам и раньше людей на сеансах было немного, а другие и вовсе в этот день не работают. Факт, однако, остается фактом. Кто-то сегодня уже не попал на сеанс в кино, а кто-то, с сожалению, сдает билеты на спектакли. Наш театр готов работать в новых условиях. Мы готовы принимать наших зрителей с учетом новых введений, то есть по QR-кодам, по сертификатам или методводам. Мы надеемся, что наши зрители с пониманием отнесутся к нововведениям, потому что здоровье сейчас в приоритете. И мы надеемся, что этот период мы проживем вместе. Сколько продлится этот период, пока неизвестно. В указе губернатора 30 сентября значится фраза «до особого распоряжения». Есть и основания полагать, что случится оно только при определенном проценте вакцинированных и с учетом эпидобстановки. При худшем сценарии возможно даже ужесточение ограничений. В оперштабе уже заявили, что под вопросом сегодня и заведение общепита. Ольга Распономарева, Кирилл Теранцев, Наши новости. А еще этой осенью прошла масштабная перепись населения. В этом году она проводилась с использованием новых технологий. Впервые ее можно было пройти удаленно на госуслугах. Сколько жителей Березняков было переписано и с какими проблемами столкнулись переписчики. Вспомним в следующем сюжете. Супруг этого лица, то есть Валентина Петровна, тоже находится в этом домохозяйстве. Да. Зашли в совет ветеранов 4-го микрорайона Березняков обсудить свои вопросы, а заодно и поучаствовали в переписи населения. Супруги Александр и Валентина говорят, посчитать всех жителей страны важно как для всей России, так и для каждого ее населенного пункта. Наверное нужно, раз государство говорит, что нужно переписать, то ведь и понадобится. Просто все такие житейские, бытовые. Таких ответственно относящихся к всероссийской переписи населения граждан пока только 28%. Порядка 42 тысяч жителей Березняков успели переписать за эти дни сотрудники ВПН. На этом участке занимается переписью и руководит сразу несколькими переписчиками контролер Любовь Винтерли. Рассказывает, нынче все данные переписи сразу идут в электронном виде, что гораздо удобнее работы прошлых лет с бумажными носителями. Однако работа с самими людьми никуда не ушла. Контролер, как и раньше, обходит квартиры. Но вы знаете, люди вообще-то все равно активно. Вот сколько вот анализировала ситуацию, обычно в период вечерний больше достаешь людей после работы и так далее. В центральном штабе переписи признаются, и вот на этом этапе далеко не все так гладко. Кому-то просто не открывают двери, а кому-то могут и нахамить. В штабе уверяют, бояться нечего. Переписчика легко узнать по специальной форме. Сумки, шарфу и планшету. Так что им смело можно открывать двери. Но быть с переписчиком вежливее убедительно просят. Есть случаи проявления агрессии, что у переписчика пытались вырвать планшет. Есть случаи агрессии со стороны молодых людей, когда нашего студента, мальчика пытались вообще побить. Отмечают значимость переписи и березняковские власти. От участия в переписи населения зависит многое. В первую очередь это вопросы финансового обеспечения нашего муниципального образования. Это позволит наполнять социальные, культурные, образовательные проекты. Поэтому призываю быть активными и проучаствовать в переписи населения. Есть три способа принять участие в переписи. Первый – дождаться переписчика дома. Второй – посетить переписной участок. И третий – зайти на портал госуслуг. Для этого необходимо авторизоваться на портале. Далее выбрать услугу «Пройти перепись населения». Заполнить ответы на вопросы. Кстати, есть возможность переписать не только себя, но и других домочадцев. Важно отметить, что QR-код, полученный после заполнения анкеты через госуслуги, нужно будет предъявить переписчику для подтверждения прохождения переписи. Напомню, всероссийская перепись населения продлится до 15 ноября. Ольга Максименко, Львов Битнер, Кирилл Яранцев. Наши новости. А еще в октябре и до Березняков дошло навигационное новшество – движение городского транспорта. С тех пор можно было отслеживать с помощью смартфона. Достаточно только скачать нужное приложение. Как воспользоваться новой системой, напомним далее. Да когда ж тебе как-то замерзла стоять уже. Все участвует. Зачем так мучиться? Теперь весь городской транспорт можно отслеживать с помощью мобильного приложения. И мерзнуть на остановке не придется. Смотри. Давай посмотрим. Начать пользоваться приложением на самом деле очень просто. На смартфоне заходим в Play Market или в Apple Store. Находим приложение Яндекс.Карты. Скачиваем. Несколько кликов. И переходим в раздел «Транспорт». Кликаем на иконку с автобусом. Теперь у нас на карте появляются все автобусы и троллейбусы муниципального значения. А еще кроме отслеживания транспорта на карте, приложение поможет составить один или несколько маршрутов. Спрогнозировать время прибытия транспорта на остановку. Увидеть, где нужно совершить пересадки. И, конечно, подсчитать время в пути. Конечно же, удобно. Можно отслеживать, где данный транспорт находится. Рассчитать свое время. Подойти вовремя на остановку, съесть и поехать, чтобы ждать его. Сама не пользовалась, но мне кажется, это будет очень удобно. Смотреть, где находится автобус. И как-то по времени даже по-своему ориентироваться. Опаздываешь, допустим, например, куда-то и уже как-то ориентироваться. Собираетесь скачать приложение? Наверное, да. Если на картах пока отображается только движение муниципального транспорта, со временем к программе смогут подключиться и частные перевозчики. А значит, со временем картина по движению транспорта в Березняках для пользователей станет шире. Алина Багрянская, Никита Игнатьев. Наши новости. А еще этой осенью спорт стал доступнее для жителей Правобережья. Там открылся новый бассейн. Особенно приятной эта новость стала для учеников 22-й школы, ведь теперь в их учебный процесс успешно вписалось еще и плавание. На первом уроке физкультуры в бассейне побывала и наша съемочная группа. Это очень круто. Огромное счастье. И, пожалуй, это самое замечательное место в нашей школе. Искупаться в новеньком бассейне сегодня уже посчастливилось третьеклашкам 22-й школы. Эмоции ребят, конечно, зашкаливают. Ведь что может быть приятней в перерывах между математикой и чтением получить заряд бодрости в воде? Мне понравилось очень сильно, потому что я очень сильно люблю плавать и нырять. Я хочу стать плавцом, потому что у меня очень сильные ноги и руки. Кто знает, может эти ребята и вправду станут чемпионами, ведь теперь здесь. В бассейне уже со следующей недели будут проходить уроки физкультуры. Сначала у начальных классов, а с третьей четверти и у остальных школьников. Очень здорово, когда при школе есть бассейн. Дети во время уроков могут ходить, заниматься не просто физкультурой в зале или физкультурой на лыжах, а во время учебного процесса получать знания в области плавания, плавать, в общем, оздоравливаться. Теперь этот новый бассейн стал частью спортивной школы «Кристалл». А значит, посещать его смогут не только школьники, но и все, кто пожелает. Спектр платных услуг большой. Ну а поплавать в этом новом бассейне совсем скоро смогут и жители Правобережья. Так, например, в этой малой чаше будут проходить занятия мама и малыш. А также покупаться здесь смогут и дошколяты с четырех лет. Более того, для людей с ограниченными возможностями здоровья здесь есть специальное оборудование. Для всех распахнет свои двери новый бассейн уже с 12 ноября. Занятия будут проходить в будни с 17.15 и в выходные дни с 11.15. Но в связи с эпид-обстановкой одновременно поплавать здесь могут не более 30 человек. Также имейте в виду, требуется предварительная запись. Все контакты на экране. Приглашаем к нашу школу жителей микрорайона. Все-таки для бассейна шаговая доступность – это здорово. Глубина, конечно, может быть, некоторым не понравится, но 25 метров – это значительно. Те, кто плавают, все равно смогут получить удовольствие и крепить свое здоровье. Елена Катаева, Кирилл Яранцев. Наши новости. И в продолжении школьной темы. Чтобы ребенок хорошо учился, необходимо вкусно, а главное – полезно питаться. В октябре для поваров Березняковских школ состоялся мастер-класс с участием московского шеф-повара, на котором он поделился своими секретами здоровой и вкусной пищи. Как это было, давайте вспомним вместе. Детское питание – очень важная вещь. Как правильно накормить школьника? Что надо есть растущему организму? И как быть с привередами, любящими чипсы и сухарики больше, чем суп, второе и компот? Ответы на эти вопросы знает шеф-повар из Москвы Александр Растунин. Его специально пригласили в Березняки для того, чтобы дать советы по правильному питанию учеников школ, работающим в них поварам. Мы готовим уже практически год проект по школьному питанию именно в Березняках. Проект этот очень долгий, он затянется на долгое время. Почему? По одной простой причине, что нужно изучить все вопросы досконально. В рамках мастер-класса шеф-повар предложил всем желающим протестировать приготовленные им лично блюда для школьников. Суп-пюре, рыба с зеленым шпинатом и даже паста карбонара. Если верить шеф-повару, все эти блюда могут сочетаться вместе друг с другом и стоить не больше, чем обычная порция в школьной столовой. А самое главное – это разнообразит школьное меню. И оно станет достаточно вкусным. Главные качества, которые должны между собой сочетаться – доступность с точки зрения финансов и вкусность, если можно так выразиться, считают организаторы мастер-класса Центра социального питания и Администрация Березняков. Это очень актуально, это очень нужно, потому что это повышает уровень квалификации и наших поваров, чтобы люди увидели питание, посмотрели, какие новые блюда, чтобы дети более такую питательную пищу ели. Мы стартуем с большим региональным проектом по повышению качества школьного питания. Данный проект инициирован Министерством промышленности и торговли Пермского края при поддержке губернатора Пермского края. И, конечно же, администрация города Березняки не могла остаться в стороне. Березняки – пока единственная территория, где будет реализовываться этот проект. Вполне возможно, что благодаря успешным результатам к нему присоединятся и другие территории Прикамья. Поддерживает проект модернизации системы школьного питания и губернатор Прикамья. Ведь люди ждут позитивных изменений здесь и сейчас. Горячее питание – это прежде всего вклад в физическое развитие наших детей и в их здоровье. Поэтому оно должно быть организовано не для галочки. На данный момент бесплатное горячее питание в школах для первых-четвертых классов организовано по поручению президента РФ Владимира Путина. Им охвачено более 140 тысяч детей. На это направлено 1,9 миллиардов рублей. Помимо федеральных средств Прикамья выделяются дополнительные, которые позволяют улучшить качество питания. Затем, как оно организовано, следят Минпросвещение, Общероссийский народный фронт. Питание в школах осуществляется на основе рекомендованного 10-дневного меню. Учащиеся в первую смену получают завтрак, состоящий из закуски, горячего блюда и напитка. Во вторую обеспечиваются обедом, состоящим из закуски первого, второго, а также сладких блюд и напитка. Любовь Битнер, Никита Игнатьев. Наши новости. Осень, пора заложенных носиков у многих детишек. И многие с нетерпением ждут, когда откроется детская больница на Советском проспекте. Но долгожданное событие все откладывается и откладывается из-за отставания подрядчика от графика. Этой осенью депутаты городской думы жестко спросили заказчиков и исполнителей работ. Своими глазами увидели и оценили готовность объекта. И мы. Сейчас мы говорили в старых 13 месяцев, а летом на отчете нам все дружно рапортовали, что к Новому году будет закончено. Вы на тот момент нас в заблуждение вводили или искренне считали, что... Мы искренне считали, что подряд организация выполнит данную работу. У меня опять не сходится. От лета до Нового года 6 месяцев, откуда 13 взялось. Ждали старую новую больницу к декабрю и не дождались. Как же так вышло? По словам сотрудника Фукса, причиной стала плохая работа подрядчика. И необходимость корректировки проектной документации с учетом современных требований. В процессе реконструкции у строителей то и дело появлялись сложности и новые незапланированные работы. Мы пока госэкспертизу не пройдем. Полномасштабные действия здесь выполнить не можем. На данный момент нашей организации выполнено гораздо больше объемов, чем у нас изначально заложена первоначально проектная смертная документация. Потому что эти объемы надо выполнить так или иначе. Невозможно отремонтировать комнату, не имея четвертой стены. Согласны? И так очень много нюансов здесь, которые мы совместно с Фуксом отрабатываем. У депутатов, в свою очередь, иное видение ситуации. Ведь во время визита в здании не находилось ни одного строителя. К сожалению, обещанные сроки данный объект не будет сдан в эксплуатацию по различным причинам. Такие причины, как неудовлетворительный проект, неудовлетворительная работа подрядчиков. Этот вопрос очень острый для наших горожан, так как на правом берегу жители ждут, когда освободится поликлиника. А здесь ждут дети, чтобы получить доступную медицинскую помощь. С одной стороны, мы видим, что работа идет, хотя, конечно, сегодня мы работников не увидели. Но, тем не менее, если подняться на второй, третий этаж, там видны уже результаты. Там видно, что финишная прямая уже где-то очень близко. Но мы услышали о том, что проблемы у нас не кончились. А медики тем временем продолжают просто ждать и надеяться на то, что эта история будет иметь счастливый конец. И уже в следующем году в отремонтированном здании разместится детский круглосуточный стационар. Неонатологическое отделение для новорожденных малышей, а также два поликлинических отделения. Нам очень жизненно необходимо это здание. Планы у нас на это здание очень большие. Здесь также планируем разместить функциональную диагностику, ультразвуковую диагностику, рентгенологию и часть физиотерапевтического отделения. Потому что она у нас сейчас большая, на взрослых и детей. Мы физиотерапию для детей будем размещать в этом здании. Проанализировав ситуацию, конечно, понимаешь, что все не так уж и страшно. И при должном контроле и терпении эта ситуация разрешима в позитивном ключе. Так считает депутат законодательного собрания Евгений Зыбин. Не будем кивать давайте на старые времена. Надо встать на новую точку отсчета, посмотреть все проблемы и вопросы, четко откорректировать график и затем контроль за стройкой. Представитель здравоохранения сказал, что у них все для запуска есть персонал есть, компьютеры есть, мебель есть. Но надеемся, что в конце, я думаю, что в конце следующего года только мы еще раз соберемся уже на открытие данной больницы и, так сказать, для нашего города будет большая польза. Алина Багрянская, Владимир Покровский. Наши новости. Далее рекламная пауза. Не переключайтесь. В Новый год на здоровых ногах. Скидка до 20% на лазерное лечение вен. Клиника Флеболог. Топольный переулок 6. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 20 тысяч рублей. Неплохое пожертвование для высадки одного деревца в новой аллее. Такую сумму собрал со своими коллегами и Владимир Треногин, почетный житель Березняков. Благодаря его участию в акции к юбилею города «90 лет 90 саженцев» в городском парке высажено дерево в честь офицерского собрания города. Офицерское собрание – это не только какой-то отдельный коллектив, это сообщество людей, которые носили погоны или носили погоны на сегодняшний день в отставке. В городе не только труженики предприятия, учителя, врачи, но и те, которые обеспечивают безопасность и покой в городе. Этот проект поддержали жители города, предприниматели, представители общественных организаций, руководители предприятий. И всего за полтора месяца удалось собрать более 600 тысяч рублей для посадки 30 деревьев. Несколько человек просто так, от души, решили вложить личные средства для доброго дела. Город должен знать их имена – Татьяна Лапина, Юлия Данилюк, Мария Нелогова, Ольга Фатеева и Нина Спирина. Сегодняшнее мероприятие – это часть большого проекта, который приурочен к юбилею нашего города. Мы на самом деле преследовали цель, как можно больше вовлечь жителей, горожан, предпринимателей, бизнес, предприятия в озеленение города. На торжественном открытии аллеи отметил значимость такого проекта к юбилейному году города и глава Березняков Константин Светлаков. Провести такую благотворительную акцию предложил именно он. Мы вместе с вами начали большое дело. В рамках большой благотворительной акции «90 лет, 90 саженцев в городу» впервые в нашем городе появилась именная аллея. Имена деревьев и деревья неразрывно связаны с вашими именами. Кроме того, стоит отметить, что количество деревьев, высаженных в Березняковском парке, будет не 30, а 90 по количеству лет, отмечаемых городом-юбиляром. Еще 30 высадят летом 2022-го и еще 30 осенью. Ну что ж, надеемся, что парк станет еще краше. Любовь Битнер, Кирилл Яранцев. Наши новости. Декабрь – время новогодней сказки и исполнения желаний. И одна заветная мечта березняковских спортсменов свершилась. Именитые бойцы и легенды ММА побывали в Верхнекамье и даже привели для наших спортсменов мастер-класс. Одним из первых посчастливилось пообщаться с Федором Емельяненко и Кириллом Сидельниковым, воспитанником школы Олимпийского резерва «Березняки». Дорогих гостей, как и положено, встречали хлебом и солью, но все самое интересное уже ждало их в спортивном зале. Там с нетерпением выглядывали своего кумира юные спортсмены. Каждый хотел задать Федору свой очень важный вопрос. Во сколько лет он начал заниматься спортом? Какой бой был самым тяжелым и как удалось добиться таких высоких результатов? Для меня самое особенное – это, конечно, пообщаться с ребятами. И, знаете, такие чистые, светлые помыслы, их вопросы такие детские – это самое дорогое, что есть у нас, у меня. Поэтому хочется ему передать частичку, поработать. Завершилась встреча автограф и фотосессии. На долгую память Федора Мельяненко вручил и боксерские перчатки с личной подписью школам Олимпийского резерва и местной федерации ММА. Поприветствовать легендарных бойцов на Березняковской земле приехала глава города Константин Светлаков. Он рассказал, как развиваются у нас боевые направления и поделился спортивными планами на будущее. Любимому городу скоро от 90. В новом наступившем году березняки отметят свой юбилей. И к этому событию они будут заметно выделяться среди тысяч других промышленных городов. Недавно у республики Химия на камне появился свой фирменный стиль и знак. Какой еще сюрприз ожидает горожан и гостей города? Расскажем далее. За ужин и прямоугольник архитектурной особенностью уже такой узнаваемый неповторимый знак Березняков. А труба, березка, река и кристалл – четыре основных элемента, которые теперь неотъемлемая часть фирменного стиля города. Они и другие элементы – кола, солнце и дом – теперь украшают и сувенирную продукцию. Накануне ее презентовали березняковцам и гостям города в холле КДЦ. В больших городах, да, там где-то магнитики, что-то еще, кружки какие-то все. А в маленьких городах, где бывал, ну, за исключением магнитиков ничего нет. То, что в городе появился наконец-то свой бренд и свои какая-то сувенирные продукции, это, конечно, очень хорошо, это очень здорово, потому что, допустим, я сам, в принципе, не березняковец, я не местный, я здесь в городе недавно. И поехать к себе на родину и взять какой-то сувенирчик, футболочку или что-то, привезти из березняков, также и не только я, а вообще другие люди, которые прибывают сюда, я думаю, что это здорово. Самые яркие, запоминающиеся фирменные сумки и футболки – последний настоящий эксклюзив. Каждого вида выпустили по три размера и каждого размера по 50 штук. Ткань – это называется прима. Это инновационное трикотажное полотно, которое хорошо пропускает влагу и воздух. Также она не деформируется и не растягивается, и при стирке она не теряет свой цвет. Захотелось увидеть поближе. Все, не побоюсь сказать, брендовые вещи. Футболки, кружки, сумки и многое другое в фирменном стиле города можно приобрести в Березняковском историко-художественном музее имени Коновалова. Ну а пока узнаем, как новую фишку оценивают жители Верхникамия. Надо сказать вообще, что мы студенты из города Соликамска, Соликамский автодорожный промышленный колледж, соседние с вами. И на самом деле я видела информацию о мерче, который появился в Березняках. Это круто, это здорово. И нам, честно, немножко завидно, потому что мы, жители Соликамска, тоже хотим такую символику фирменную, которая бы действительно была узнаваема не только в Пермском крае, но и за ее пределами. Я очень рада, что такое есть в Березняках. Это очень круто. Мария Динова, Никита Игнатьев. Наши новости. Что ж, на этом сегодня все. Желаю вам в новом 2022 году крепкого здоровья и побольше чудес. С вами этот вечер провела Анастасия Шерстобитова. До скорых встреч. Анастасия Шерстобитова